Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Следим с вами за всеми основными событиями, которые происходят в мире, в стране, в городском округе Люберцы. Сейчас у нас с вами много всевозможных проблем. Проблемы старые, да и появились новые. Тем не менее, мы уверены в том, что решим их все вместе сообща. Ну а впереди нас ждет весенний, главный весенний, да и, в общем-то, главный, наверное, праздник для многих из нас – это День Победы. Тем более, что в этом году 75-летний юбилей. И поэтому много наших программ будут посвящены этой, на мой взгляд, важной теме. Сегодня у нас в гостях семейный дуэт. Я рад представить вам преподавателя математики, школьного преподавателя математики. Это Татьяна Алексеевна Холизева и Анастасия Холизева, дочь преподавателя математики. Правильно? Правильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вижу, что вы пришли к нам с документами. Сейчас на многих телевизионных каналах, во многих регионах появились всевозможные акции, связанные с увековечиванием памяти. Ну или даже не с увековечиванием, а, скажем так, с более подробным изучением всех наших дедушек, прадедушек, которые принимали участие в войне, которые работали в тылу. Ну, в общем, что называется, ковали победу. И, на мой взгляд, с одной стороны, это как бы история, конечно же, замечательная, потому что, вот я вспоминаю там 80-90-е годы, даже скорее 80-е, когда, ну, были традиции, приглашали ветеранов, да, необходимо было как-то провести встречу, но особо, ну, слушали рассказы, то есть рассказы живых людей про историю войны. Потом, к сожалению, ветеранов стало меньше, 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 но я прекрасно понимаю, что не особо даже в семьях люди выясняли, за что получил орден. Как ни странно, так было, потому что очень многие солдаты, которые пришли после Второй мировой, после Великой Отечественной, особо-то и не рассказывали. И вот спустя десятилетия появляются проекты «Бессмертный полк» и многие другие. Я так понимаю, что вы нам расскажете еще об одном. Первый вопрос. Почему сейчас, спустя столько много десятилетий, вдруг решили многие просто жители узнать историю своих реальных дедушек и бабушек? Ну, я считаю, что не только сейчас, а вообще всегда интересовались люди. Это же наши родственники, наши предки, наша гордость. Просто, скорее всего, подтолкнули их к этому новые проекты, которые действительно очень часто организуются в нашей стране. И поэтому, если есть возможность где-то поучаствовать, мы с удовольствием включаемся в проекты и начинаем собирать информацию о нашей семье, наших родственниках. Это и нам интересно, и, я думаю, еще многим людям в нашей стране тоже. То есть такая исследовательская работа, знаете, как в времена, там, 18-19 век было очень модно свое древо, да, такое выстраивать, и люди знали себя там в поколении до третьего, четвертого колена. Когда дочка как раз училась в пятом классе, нам дали такое задание изучить древо. Учу себе задание. Если бы мне дали такое задание, я бы не выполнил. А что за задание вам дали? Изучить семью, да? Ну, не совсем. Нам задали проект про родственников, про прадедов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, подготовить доклад и рассказать, какие боевые заслуги были у прадеда. Ну, все подготовились? Или не все? Не все. Не все. Просто кто-то поленился. Ну, а вот интересно вообще заглядывать в историю человека, который жил когда-то давно и не просто жил, а попал вот в такую историю под названием Великой Отечественной войны. Ведь это не каждый может выдержать. Интересно было? Да, очень интересно. Тем более я хотела узнать героическое прошлое нашей семьи. Узнали? Да. Ну, вот сейчас мы об этом поговорим, но прежде чем поговорим конкретно об истории вашего близкого человека, вот расскажите, с каким проектом, в хорошем смысле слова, столкнулись вы, почему вы решили принять в нем участие? Мы узнали, что наш, ну, Настин прадедушка принимал участие в Великой Отечественной войне, причем очень отличился, получил несколько наград. Мы стали на различных сайтах искать информацию о нашем прадеде, нашли интересные факты, медали. Было приятно узнать, что у нас такой родственник, которым можно гордиться. И поэтому с Настей решили поучаствовать в различных проектах, чтобы не только мы узнали, но и... Ну, я так понимаю, что речь идет о том, что когда многие архивы, ведь они действительно были закрыты очень многие годы, и, по-моему, лет пять, может быть, больше назад, фактически с развитием социальных сетей в интернете, да, появляется возможность забить фамилию на некоторых сайтах, да, архивных Российской Федерации, и с помощью поиска обнаружить своих родственников. Я тоже так обнаружил, где, например, у моего дедушки есть награда, где он в огромном списке присутствует, целый указ там, президент Верховного Совета, да, и вот идут-идут фамилии, думаю, что ж такое, наверное, ошиблись где-то, я нашел там где-то есть. Это такая важная история, и мы по-новому, наверное, можем на это посмотреть. И вот я хотел, чтобы вы сейчас рассказали, что вам удалось обнаружить всем вместе в вашем семейном поиске. Мы обнаружили документы подлинные, благодарности, которые получил наш прадед в ходе Великой Отечественной войны, начиная с 24 июня 1944 года, затем уже в феврале 45-го, в январе он получил благодарности. А за что благодарность? А можно я взгляну, как вот выглядело, просто тоже интересно, и покажу нашим тоже зрителям, вот вы так выглядите. И проявлены доблесть и мужество в действиях против фашистов за героические подвиги, и к медалям, которые он получил, тоже давали вот такие вот благодарности. К сожалению, медали не сохранились в нашей семье, очень печально. А почему не сохранились? Исчезли как-то? Было несколько переездов, да, мой муж помнит, что они были, даже помню, где лежали, я их видел в детстве прекрасно, но раз переезд, два переезда, и скорее всего, где-то очень печально, да, что не смогли мы сохранить медали. Ну, собственно говоря, кстати, это еще одна из возможностей, это я вам так подсказываю, попробовать найти, если каждые все медали... Фотографию медали я нашла. Да, фотографии у каждой медали есть, они же именные медали, вот, и можно по номеру найти, может быть, кто-то их обнаружил, даже если их кто-то, ну, называется, пытался продать, реализовать как-то, то можно попытаться найти и как-то договориться. Да, спасибо за идею. Такие варианты бывали? Да, да, можно. Вообще это... Вот. А вы, Анастасия, вот держите сейчас портрет, да? Ну, это не портрет, это фотография. Фотография. Ну, это фотография, портрет, скажем так, в данном случае. Это, я так понимаю, вы увеличили с какой-то обычной фотокарточки, да? Да, нашли в семейных архивах такую маленькую фотографию, наш прадед Василий Егорович Халитев. Да, вот, наконец, мы назвали его имя. Что вы узнали вот о прадеде Анастасии? Что интересного, что вам показалось необычным в его истории? Я узнала, что он родился в августе 1911 года. Он, естественно, очень хорошо разбирался в технике, и когда началась Великая Отечественная война, то он со своими однополчанами перевозили женщин, детей и стариков из блокадного Ленинграда под обстрелами и бомбежками. Но он участвовал не только в Великой Отечественной войне, он участвовал еще в финской и японской. В 1943 году, когда линия фронта достигла его родной области, а это была Курская губерния, он уже не стал перевозить людей, а стал разведчиком и с автоматом в руках продолжал защищать свою родину. Ну, то есть он прошел такой путь, напомню, что финская война была до Второй мировой, до Великой Отечественной войны, затем, значит, Великой Отечественная война и еще японская компания. 8 лет, 8 лет он отдал службе. 8 лет отдал. Хорошо, вот я еще вижу, у вас еще какие-то есть фотографии, скажите нам. Да, памятная фотография, да, это при входе в Берлин, есть музей. Давайте вот так покажем, я буду показывать, а вы будете рассказывать. И там наш дедушка запечатлелся, он побывал как раз-таки при взятии Берлина в военных действиях, расписался на Рейхстаге вместе со своими однополчанами. Вот эта фотография как раз сделана именно в Берлине, именно в Берлине уже после Победы. Так, понятно. И еще какая? И еще фотографии просто с однополчанами, ну, скажем так, с трудовых будней, да, вот. Давайте я тоже. С автомобиля ГАЗА, на котором работал наш прадед. И здесь уже послевоенная, вот, с детьми, с родственниками. Понятно. Это знаменитая полуторка, я так понимаю. Да, полуторка, да, он на ней работал, да. Здесь не очень хорошо видно, но тем не менее можно. Это автомобиль, который, ну, получается, был главным автомобилем. Да, автомобиль. Особенно вот на начальный период Великой Отечественной войны. Вот. И благодаря вот знаменитым полуторкам, конечно, несмотря ни на что, шли вперед, освобождали. И вот я, рассматривая те фотографии, хотел спросить у Анастасии. Ведь это было так давно. Совсем другие люди, да, совсем какие-то другие подходы к жизни. Вот как вам кажется, чем отличались они от нас? Отличаются ли? Ну, я думаю, что они отличаются, потому что сейчас в наше время таких героев мало. Я не думаю, что если бы Великой Отечественной войны началась в наше время, то... Не приведи господи. Да. Да. То люди и так охотно бы не пошли, как мой прадед, он пошел на войну добровольно. А почему так думаете? Что мы как-то слабее стали? Ну, сейчас многие заботятся только о себе. Сейчас никто в основном не думает. То есть не патриотичны, да? Да. То есть думают только, скажем, общество потребления. Есть такое словосочетание, которое в последнее время употребляется. Но с другой стороны, да, я думаю, что и Татьяна мне, может быть, тут поддержит. Ведь у нас всегда так было в истории российской, в истории советской, что мы долго терпим, а потом вдруг начинается такое всевородное... Я думаю, да. Я думаю, что не все так плохо. И работая с детьми, я могу сказать, что если дать призыв, многие дети, ну, не только дети, и подростки, и взрослые откликнутся, я думаю, будут защищать родину. Но надеюсь, что не нужно будет. То есть у нас будет все хорошо. Конечно, будем на это не только надеяться, я почему-то в этом уверен, потому что сегодня мир совсем по-другому живет, мы с вами видим. И мир настолько взаимосвязан, что, видите, приходится не решать даже уже не экономические, я уж не говорю о политических проблемах, а решать проблемы выживания, да, потому что вирусы и всякие другие проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Ну, хорошо, возвращаясь именно конкретно к этому проекту, вот как в нем поучаствовать? Что вот человек, который вдруг решил, да, что тоже увидел, послушал нас и захотел бы этим заняться, что ему нужно сделать? Первым делом нужно зайти на сайты. Настя, какие сайты, напомню. Сайт «Подвиг народа» и «Память народа». И найти информацию, да. Затем зарегистрироваться на сайте, допустим, «Правнуки победителей», написать небольшое эссе, ответить на вопросы, которые там предлагаются. Можно по желанию сделать презентацию о своем... Да, мы делали презентацию, прикладывали о своем родственнике с фотографиями, со всеми документами, и ответить на несколько вопросов о себе, о семье и так далее. То есть там не только просто конкретно о человеке, да, но еще немножечко о... Да, о себе, о увлечениях, о семье, там достаточно... О потомках. Да, да, да. Очень достаточно интересный проект, нам понравилось. У тебя... И... А потом как? Это появляется как-то фамилия в списке, или как это вот выглядит? Или просто, ну, грубо говоря, можно набрать фамилию, да, вот вашего дедушки? Да, да, и высвечивается о нем информация. То есть это как бы восстановление памяти с помощью... Ведь у очень многих дома есть и награды, и грамоты, и какие-то фотографии. Вот, там моего деда кортик есть. Раньше я помню, что когда он еще был жив, и форма была специализированная, да, он ходил с этим кортиком. Сейчас как-то так смотришь, что... То есть я к чему веду, если внимательно изучить все, что есть в семье, да, даже в большой, когда уже, получается, третий, четвертый, где-то пятое поколение. Ну, можно, конечно, найти что-то интересное. Да, можно найти что-то интересное про человека. Хорошо. Ну, давайте мы сейчас с вами на некоторое время прервемся. Напомню, что у нас здесь в гостях семья преподавателя математики Татьяна Хализева с Анастасией, дочкой. Совсем скоро мы вернемся в студию и продолжим нашу программу. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас сегодня в гостях семья преподавателя математики Татьяны Алексеевны Хализевой. Она пришла к нам в студию вместе со своей дочкой Анастасией. Напомню, что в первой части мы рассказывали об их участии в одном из проектов, который посвящен 75-летию Победы. Собственно говоря, даже уже не 75-летию сайта, на которых можно зарегистрировать информацию о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны, довольно много. Они существуют давно, проекты разные. Но, тем не менее, мы во второй части хотели бы сейчас поговорить о патриотизме сегодня. Потому что, на мой взгляд, тема немножечко заезженная. Сейчас объясню, почему. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот некоторые скептики считают, что такое глубокое погружение в историю, ну, понятно, да? Нашли замечательно, значит, какая-то информация, фотографии и так далее, и тому подобное. Вот мы разместили, всё. На этом что, патриотизм закончился? Нет, конечно. Патриотизм, я считаю, это глубоко внутреннее чувство, которое нельзя привить нарочито, да, специально. Нет, это именно желание человека узнать больше о своих родственниках, о семье. И не только о своих, а послушать кого-то, его рассказы, или прочитать где-то, посмотреть интересный какой-то фильм. Патриотизм присущ, я считаю, каждому человеку. Просто в той или иной степени. А вот вам кто-то может, например, сказать, ну, а почему человек должен быть патриотичным? Он ведь имеет право думать о себе, у него же есть личная, да, либо свобода личности, либо личная свобода, да, всё, не трогайте меня. Вот были мои дедушки, отвоевали, отвоевали. Даже если была бы война, я бы отвоевал. Ну, не трогайте меня, мне это неинтересно. Я иду вперёд, я смотрю вперёд. Согласна с такой точкой зрения. Иногда бывают люди, которым не очень интересно, но они могут с удовольствием послушать, может быть, ещё кого-то, если не хотят про себя рассказывать. Может быть, найдут для себя что-то важное в биографии другого человека и сделают выводы. Мировоззрение же меняется со временем. Так что я думаю, что не всё так плохо, и я надеюсь на лучшее. Анастасия, а вот среди ваших одноклассников, друзей, знакомых, ну, наверняка же не все принимают участие в такой акции. Есть такие люди, которые, ну, просто они не понимают, зачем это нужно. Не специально, да, не участвуют, а просто им неинтересно. Ну, у нас в классе, в принципе, есть такие люди, но не все. У нас в классе также есть активные ученики, которые тоже с удовольствием участвуют. Ну, да, я согласна, что они всем это интересно, но они могут послушать, что говорят другие. У меня ещё вот такой вопрос, Татьяна. Он, мне кажется, очень важный. Здесь у нас в студии были очень интересные тоже люди, например, поисковики, которые до сих пор ищут захоронения, которые приносили с собой уникальные вещи. Это записки солдат, потому что, к сожалению, особенно здесь, вот в Московской области, да, на подступах к Москве, когда враг пробивался, огромное количество до сих пор можно всего найти. И жертв, и техники, правда, ещё, которые не прикасалась рука человека со времён начала Великой Отечественной войны. Я уж не говорю про наполеоновское время, тоже можно найти. Так вот, когда они приходили, они говорили, что, к сожалению, многие солдаты не оставляли о себе никакой информации. Ну, просто, знаете как, человек верит, что с ним ничего не случится, или некогда было. И поэтому установить личность очень сложным. Вопрос у меня такой. Вот вам, ну, если можно выразиться, да, в таком важном и сложном деле, повезло, вы узнали историю своего прадеда, деда. А что делать тем, у кого до сих пор стоит вот это вот страшное слово перед глазами? Неизвестный, да, то есть непонятно, что с человеком произошло. Ничего. Вот он ушёл на фронт, да, есть же такие люди, у которых нет с первого дня от ушёл, ни письма, никуда его даже отправили, может быть. Вообще ничего неизвестно об этом. Как им быть? Ну, я считала, что есть специальные службы, волонтёрские, которые занимаются именно поиском пропавших родственников и находят, кстати, много безымянных могил, находят какие-то данные, потом ищут родственников. То есть я думаю, что можно постараться. А если не найдут? А если не найдут, ну что ж, тогда, получается, храним в памяти какие-то моменты. Это такая важная история. Почему? Потому что ведь это же, как скажем так, наши предшественники. Вот если внимательно посмотреть старую хронику, да, ещё довоенную, военную, послевоенную хронику, вот кажется, что даже люди какие-то немножко другие. Вот как вы считаете, мы другие люди? Мы достойны сегодня хотя бы чуть-чуть тех людей, которые вот так пошли и не вернулись оттуда. Ну, конечно, достойны. Я смотрю на подрастающее поколение, вижу много, очень много хороших детей, ребят, которые, я думаю, будут с честью представлять дальше наш народ на вихах истории. И есть, конечно, чему поучиться. Я считаю, что раньше были более ответственные, более организованные люди, более привычные к трубду, взаимопомощи, взаимовыручки. Ну, я помню, что примерно то же самое говорили мне. Так, из поколения в поколение, да, всегда так кажется. Ещё вот такой вопрос. Когда появилась акция «Бессмертный полк», я помню особенно вот первый год, и, наверное, первый год ещё так был неожиданно, а вот второй год прямо, ну, это было какая-то совершенно, вот прямо ощущение было этого даже не патриотизма, а я даже не знаю, как это назвать. Единение какого-то духа такого специфического. Вот всё на этот день, в этот день, когда вот по Москве, да, идёшь по Красной площади, и все люди кажутся, это какое-то действительно единое целое. Не важно, там же люди приезжали из-за границы, я уж не говорю про страны бывшего Советского Союза, республику бывшего Советского Союза, выходцы. Потом стало появляться ощущение, пошли предложения в школу, выделить столько-то людей, в вузы выделить столько-то людей. Не кажется ли вам, что есть опасения, что это может превратиться, ну, просто вот в такую, знаете, акцию, как когда-то на Первомай ходили на демонстрацию? Ну, возможно, в некоторых городах так происходит, но у нас нет. У нас по желанию формируются всегда колонны, и все, кто приходит, приходят именно от души. То есть нету списка пофамильного? Нет, нет, у нас нет списка, нет, нет. Приходят только те, кто хочет. Не только дети, мы из школы идём, и родственники, все, вот все, кто заинтересован буквально. И даже просто, если нет родственника и портрета, просто люди приходят с гвоздиками, дают ветераны. Это очень приятно наблюдать за этим событием. Анастасия, скажите, пожалуйста, а вот если бы у вас появилась неожиданная такая возможность, мы же можем помечтать с вами, да? И каким-то образом вы смогли бы встретиться со своим прадедушкой, пообщаться с ним? Вот какой бы вы главный вопрос ему адресовали? Как вы считаете? Вот что бы вы у него спросили? Вот была бы такая возможность? Почему вы пошли на войну? Даже на «вы». Потому что мой прадед, он очень сильно старался ради отчизны, он рисковал своей жизнью, поэтому я даже к нему на «ты» не посмею обратиться. Да? Да, уважение. Вот. А как вы думаете, почему он пошёл? Потому что он заботился о будущем поколении и о нашем будущем. А может, просто потому что у него не было просто другого выбора, как у любого человека, в хорошем смысле слова, потому что если на тебя кто-то нападает, ты должен отвечать. Ну, так, знаете, вот маленькая деревня, маленький город, большой город, столица, большая страна. Конечно же, были люди, которые, что называется, не хотели в этом деле принимать участие. Вот, кстати, Татьяна, ещё такой вопрос. А как быть тем, у кого история родственников не так сложилась, ну, скажем так, патриотично? Им забыть о них нужно? Нет, конечно. В любом случае нужно любить и уважать своих родственников. Даже если они что-то сделали не так? Ну, близко человека всегда надо, в первую очередь, любить и поддерживать. У всех, ну, у всех в жизни случаются ошибки. Надо помочь людям встать на правильный путь и не упоминать о прошлом, а думать о том, о будущем, которое может быть у них достаточно хорошим. То есть такой простой, как бы, главный девиз, что из прошлого нужно брать всё самое лучшее. Да, учиться на ошибках. Учиться в настоящем на ошибках. И идти вперёд в будущее. Как говорили раньше, светлое. Скажите, а вот ещё в школе, да, вот здесь у нас, в городском округе Люберцы, какие готовятся проекты? Вы, как преподаватель, наверное, уже в курсе. Что какие-то программы будут специальные, посвящённые 75-летней юбилею? Конечно. Идёт сейчас конкурс «Письмо солдата». Можно поучаствовать в любой библиотеке с рассказом о своём родственнике. Много сайтов, на которых можно найти информацию, опубликовать, нарисовать какой-то рисунок, тоже поучаствовать. Также каждый педагог волен провести любое мероприятие, которое ему нравится. Организовать выставку, концерт, классный час. Вообще просто абсолютно любое мероприятие приветствуется. Ну вот опять же у меня тут возникает такой вопрос. Вспоминая себя, да, вот в возрасте Анастасии, все мы когда-то были такими вот ответственными, и я помню, что вот был период, когда это вот через «не хочу» делалось. Вот как вы считаете, как преподаватель? Я прекрасно понимаю, что действительно много детей, которые очень к этому серьёзно относятся. Ведь это интересно посмотреть, что вот твой... Многие, во-первых, впервые узнают, что их прадедушка воевал, а не просто воевал. В каком звании, где? Где начинал войну? Где войну закончил? Ведь это же уникально, на документ написано «подвиг». Конечно. Подвиг. Это же представить себе сейчас довольно сложно. Вот они узнают, да, читают, и у них вот внутренняя, естественно, должна проявляться какая-то гордость за... То есть частица этого человека, который совершил подвиг, она всегда в тебе. Но очень многие люди, молодые люди, да, ученики, которые... И студенты, кстати, я с ними много работаю. Вот для них это как-то тема, ну, знаете, как вот навязанная. Вот как правильно, с точки зрения педагога, может быть, где-то эту историю нужно отпустить, чтобы человек сам пришёл, как-то по-другому его преподнести. Это, ну, с помощью, я имею в виду, тех же новых, да, подходов в сетях. Много всяких акций проходит. Почему? Потому что есть такое опасение, что это всё немножечко превратится, знаете, в такую, ну, как бы неинтересную историю. Конечно. Мы стараемся, чтобы дети заинтересовались сами. Поэтому рассказываем на классных часах о том, какие у нас проводятся акции. Предлагаем детям самим придумать какое-нибудь интересное мероприятие. То, что нравится им. То есть я всегда с классом работаю так. Вы мне предлагаете идеи, мы совместно решаем, и уже потом с вами формируем какую-то общую концепцию нашего дальнейшего действия. Анастасия, ну и последнее, скажите. Что будете делать 9 мая? Надеюсь, что у нас с коронавирусом к тому проблема решится. Куда пойдёте? Ну, я думаю, если коронавирус решится, то вместе со своим классом пойду на этот смертный полк. Пусть все знают про моего прадеда. Понесёте, деда? Да, конечно. Как всегда. Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас сегодня в гостях семья преподавателя математики Татьяна Ксеновна Хализевой. Она пришла к нам в студию вместе со своей дочкой Анастасией. Мы вспоминали прадеда Анастасии. Ещё раз назовите, как имя, отчество, фамилия. Василий Егорович Хализев. Вот, Василий Егорович Хализев. Мы помним, как говорят в таких случаях. Ну и, как вы понимаете, впереди у нас ещё много программ. Так или иначе, они будут посвящены 75-летию Победы. Но, что очень важно, я буду постоянно поднимать этот вопрос, потому что очень хочется, чтобы это всегда делалось с чистым сердцем. Обман здесь точно не пройдёт. А мне кажется, что вы делаете это с чистым сердцем. Спасибо вам огромное. И вам спасибо. С вами была программа «Открытый диалог». Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин